На этом уроке мы поговорим с вами об комбинаторных доказательствах. В принципе, эту тему можно пропустить, если вы не хотите углубляться в курс. Она не самая важная, но тем не менее она интересна. В чем суть комбинаторного доказательства? Суть стоит достаточно оригинальной интересной идеи, которую сразу иногда не удается понять некоторым студентам. Допустим, у нас есть некое равенство, и мы хотим доказать, что оно верное. Например, мы хотим доказать, что k из n равняется n минус k из n. Нам можно доказать сие утверждение. Можно попробовать раскрыть формально определение каждого из этих элементов и показать равенство. Можно попробовать доказать это по индукции, для любого n, или как-то еще. Суть комбинаторного доказательства стоит в таком. Очень интересная идея. Нам нужно придумать самим задачу, как правило, это будет задача комбинаторики, такую, чтобы ее можно было решить двумя способами. Первый способ давал бы нам вот этот ответ, а второй способ давал бы нам вот этот ответ. Но ведь это решение одной и той же задачи. Они должны быть равны, и соответственно выполняется равенство между двумя объектами. Очень интересная идея. Надо придумать задачу такую, чтобы левая часть равенства и правая часть равенства были решением этой задачи. И значит, они равны. Это называется способ доказательства, комбинаторное доказательство. Оно достаточно оригинальное. И в данном случае, вместо того, чтобы что-то там считать, доказывать по индукции, нам нужно придумать задачу. Это интересно, это не всегда просто. Этим мы с вами займемся. Спасибо. 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 Спасибо.